Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Доброе утро, друзья! А утро действительно доброе, потому что произошла бавовна, да еще и не одна. Так что есть о чем сегодня порассказать. Итак, я на телеге вывешивал еще где-то, это было около двух часов ночи, до двух часов ночи, вывесил несколько видео атаки наших доблестных дронов по российско-фашистскому аэродрому в городе Морозовск Ростовской области, там были хорошие прилеты, сразу не было понятно что и как, но в принципе к утру начали приходить новое видео, которое в общем-то подтверждали первоначальное предположение. Итак, друзья мои, был нанесен удар по аэродрому, это уже не первый удар, на моей памяти третий или четвертый удар, по расположению самолетов Су-34, там не только Су-34, там бомбардировщики стоят, ну будем говорить так, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24, Су-24М, которые, вы прекрасно знаете, швыряются бомбами, этими летающими, планирующими бомбами по Украине. Кроме того, там расположены довольно большие военные склады, и вот по ним и по тем и по другим был нанесен сегодня ночью очередной удар. Местные, слава богу, все снимали, они прислушались к моим рекомендациям, когда по ним прилетает что-то, быстренько бежать на улицу и снимать как, быстренько снимать и вывешивать, как замечательно работает российское ПВО. Оно сработало в очередной раз совершенно замечательно, сбило абсолютно все, и действительно все дроны упали прямо на аэродром, по которому летели. Ну так их сбивали, вы же прекрасно понимаете, что в 95% случаев российское ПВО, российским ПВО является именно та цель, по которому эти самые дроны летят. То есть все дроны были сбиты, это 100%, я тому свидетель. Значит, позбивали они эти дроны, дроны упали, там началась сумасшедшая детонация, это очень четко видно на видео. Местные были в абсолютном восторге. В фото-видеоматериалы в описании к данному ролику есть ссылочка, можете переходить, можете посмотреть, как это все было. Горит хорошо, единственное что, конкретные результаты того, что там произошло и каким образом именно, и что пострадало, что не пострадало, мы узнаем в течение дня, двух, иногда трех, когда будет пролетать сверху спутник, соответственно не будет облачности, он это все отфотографирует, и мы сможем понять, что же именно там детонировало. Ну, я так полагаю, что как минимум попали по складу БК, боеприпасов, боекомплекта. Ну, а что там еще попало под раздачу, разберемся в течение короткого времени. В Себуде Украина.